Как много вокруг нас людей, неравнодушных к спасению жизни других. Ради самой большой ценности они становятся донорами. Несмотря на запасы крови, потребности в её сборе всё равно существуют постоянно. Так, может быть, и вы станете в один ряд со спасителями. Каждый год в преддверии Всемирного дня донора Видновской районной клинической больницы проходит конкурс на лучших доноров нашего района. Претендентов отбирают из числа приписанных к отделению переливания крови по номинациям. Наибольшее количество кроводач за год. Активность в корпоративном донорстве и организация корпоративного донорства. И так, в очередной раз были выбраны лучшие. 6 июня состоялось праздничное мероприятие, на котором главный врач Видновской больницы поздравил победителей, поблагодарил их за участие в таком важном деле. Заведующее отделением переливания крови за долгое время общения с донорами не только хорошо смогла узнать каждого из них, но и стала относиться к ним как к родным людям. Эти конкурсанты, они чем за, как сказать, просто гениальны? Тем, что они, во-первых, очень отзывчивые люди. И в пурго, и в мороз. То есть, несмотря ни на какие погодные условия, они приезжали к нам в отделение, и мы все вместе ехали сдавать кровь на тромбоциты для детишек. Вот на такой подвиг не каждый человек способен. Из числа награжденных Сергей Сидоренко проявил себя не только как донор, но и как хороший организатор донорства. В ходе мероприятия ему вручили книжку волонтера. Сергей сдает кровь уже 22 года. Для него это благородный ответственный шаг. А что же послужило поводом сделать это в первый раз? Я работал в шахте под землей. У нас была авария. Были погибшие, были, ну, так сказать, раненые. Приходили жены, сестры, матери. Просили помочь. Мне было 18 лет. Я согласился, пошел первый раз. И почувствовал, так сказать, свое предназначение. С таких людей, как Игорь Комаров, молодежи стоит брать пример. Для почетного донора спасти человеку жизнь – святое. Я помню, случай был где-то в 80-х годах. Какой-то негодяй здесь, вот как в сторону Геопу идти, зарезал женщину. Она была еще жива. Ей нужна была срочная кровь. Позвонили нам на смену. Мы работали в ночь. Ну, там звонил, так, сколько нас было, раз, два, человек пять или шесть, наверное. Привезли прямо сюда, на четвертый этаж хирургии. Его сдали где-то грамм 600, мы даже не считали, сколько там было, чтобы спасти человека. И еще два победителя конкурса – Альберт и Александр – попали в донорство случайно. Но поняли, как это важно, и теперь постоянно сдают кровь. Ну, вообще, об этом трудно что-либо говорить. Разрешите, я процитирую просто слова Толстого. Чтобы поверить в добро, достаточно начать его делать самому. По-моему, это очень важно, потому что от меня это, скажем так, ничего не требует, а каким-то людям спасает жизнь. Донорство – очень ответственное и необходимое движение, без которого невозможна сегодняшняя медицина. Как хорошо, что число желающих стать донорами не уменьшается, а только растет. Лариса Вольнова, Александр Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.